Добро пожаловать на наш канал! Сегодня, друзья, мы поговорим с вами о древнем методе защиты, который прост и доступен каждому. Всего одна ложка соли способна обнулить любой негатив, порчу или злые намерения, направленные в вашу сторону. Узнайте, как использовать этот мощный инструмент для очищения своего пространства и защиты от негатива. Оставайтесь с нами, вы откройте для себя секреты, проверенные временем. Использование соли в обрядах и ритуалах защиты от негатива, порчи и зла – это древняя практика, которая существует в разных культурах и традициях. Соль всегда считалась мощным инструментом, способным очищать и обнулять негативные воздействия, приводить в равновесие энергетическое пространство и защищать человека от злых сил. Далее, как же правильно использовать ложку соли для избавления от порчи и негатива, а также какие традиции связаны с этим веществом. Соль – это природный минерал, который обладает уникальными свойствами не только с точки зрения химии, но и с точки зрения энергетики. Она используется в кулинарии для сохранения продуктов, но еще с древних времен ее применяли в ритуалах очищения. Соль символизирует чистоту, порядок и неизменность, так как она долго сохраняет свои свойства и не подвержена порче. Во многих культурах мира соль считается священной. Например, в древнеримских обрядах она использовалась для освящения храмов в Индии, для очищения пространства перед ритуалами, а славянские народы всегда добавляли ее в обрядовые действия, направленные на защиту от злых сил. Этот простой продукт природы считался мощным барьером против любой нечистой силы, которая пыталась проникнуть в дом или нарушить энергетический баланс человека. Соль издавна считалась одним из самых мощных природных средств для очищения и защиты от негативной энергии. Она использовалась для снятия порчи, избавления от негатива и восстановления энергетического баланса человека и пространства. Магические свойства соли связаны с ее способностью поглощать и нейтрализовывать негативные влияния, блокировать злые силы и препятствовать их возвращению. Однако для достижения максимального эффекта важно правильно использовать этот мощный инструмент. Соль – это не просто бытовой продукт, которую мы используем для приготовления пищи или сохранения продуктов. Ее химические и энергетические свойства сделали ее универсальным средством в магических и религиозных обрядах. Ее кристаллическая структура помогает поглощать негативные вибрации и разрушающие энергетические потоки, очищая не только пространство, но и само тело человека. Именно поэтому соль использовалась для защиты от порчи и злых духов, создавая создание магических кругов и восстановление гармонии в доме. Как же соль поглощает и нейтрализует негативную энергию? Соль с давних времен считалась мощным средством для поглощения и нейтрализации негативной энергии благодаря ее уникальным свойствам. На физическом уровне соль известна своей способностью впитывать влагу и другие вещества из окружающей среды, но ее действия выходят далеко за пределы материального. Эта способность также переносится на энергетический уровень, где соль работает как мощный магнит, притягивающий к себе разрушительные энергетические потоки. Когда негативная энергия сталкивается с солью, она как бы запечатывается в ее кристаллической структуре, лишаясь своей силы и разрушительного потенциала. Этот процесс нейтрализации негативной энергии происходит благодаря тому, что соль, будучи природным минералом, сохраняет энергетическую чистоту. Когда разрушительные вибрации взаимодействуют с солью, они теряют свою способность воздействовать на пространство или человека, тем самым обеспечивая защиту и очищение. Эта способность соли делает ее идеальным элементом для проведения различных ритуалов и обрядов очищения. В частности, соль используют для очищения жилых помещений, предметов и даже людей. Например, в домах, где произошли ссоры, болезни или где ощущается присутствие негативной энергетики, соль может нейтрализовать разрушительные воздействия и восстановить гармонию. Один из самых распространенных способов очищения с помощью соли – это рассыпание ее по углам комнаты. Углы комнат считаются местами, где накапливается энергия как положительная, так и отрицательная. Соль, находясь в этих зонах, начинает поглощать негативные вибрации, как бы очищая пространство и восстанавливая его энергетику. После такого очищения люди часто ощущают облегчение, более легкую и гармоничную атмосферу в доме, улучшение настроения и самочувствия. Соль также помогает устранить энергетические блокировки, которые могут тормозить развитие, вызывать застой в делах или мешать обретению внутреннего покоя. В помещениях, где накапливается негативная энергия, будь то в результате конфликтов, болезней или внешнего воздействия, например, порчи, соль выступает как своеобразный фильтр, устраняющий все разрушительные потоки и возвращающий гармонию. Еще один важный аспект использования соли – это ее способность гармонизировать энергетику предметов и самого человека. В ритуалах очищения соль может использоваться для снятия порчи или сглаза, когда ее втирают в тело или, как вариант, принимают солевые ванны. Вода и соль вместе создают мощный очищающий эффект, который помогает устранить негативные влияния, снимает усталость, напряжение и энергетические блокировки. Соль, как элемент природы, является универсальным инструментом очищения и защиты, благодаря своей способности работать с энергиями. Используя ее в быту или в специальных ритуалах, можно не только избавиться от негатива, но и предотвратить ее дальнейшее накопление. Этот простой, но эффективный элемент помогает создать чистую и благоприятную атмосферу, как в доме, так и в личном пространстве. Восстанавливая гармонию и возвращая внутренний баланс. Как же правильно использовать ложку соли для защиты? Соль, как мы уже сказали ранее, это древнейший магический инструмент, который используется для защиты, очищения и нейтрализации негативных энергий. Существует множество способов, как соль может стать вашим союзником в борьбе с порчей и негативом. Давайте рассмотрим самые распространенные из них, которые легко применить в повседневной жизни для личной защиты и очищения пространства. Один из самых популярных способов очищения дома – это использование соли для поглощения негативной энергии. Если вы ощущаете, что в вашем доме накопилась негативная атмосфера, особенно после ссор или стрессовых событий, можно насыпать соль в углы каждой комнаты. Углы, как правило, являются местами скопления энергии. Соль, находясь в этих зонах, будет поглощать негативные вибрации. Это особенно эффективно, если в доме ощущается сильное энергетическое напряжение или дисгармония. Через несколько дней соль собирается и выбрасывается за пределами дома, желательно в воду или закопать в землю, чтобы избавиться от всей накопленной негативной энергии. Этот простой ритуал поможет вам вернуть гармонию и спокойствие в ваше жилище. Или растворите соль в воде. Это еще один мощный ритуал, направленный на очищение и избавление от негатива. Для этого вам понадобится стакан воды и ложка соли. Когда вы будете растворять соль в воде, в этот момент сосредоточьтесь на своем намерении освободиться от любого негатива, который мог бы вас окружать. И далее произнесите вслух следующие слова. Пусть весь негатив уйдет вместе с этой водой. Когда соль полностью растворится, вылейте воду в унитаз или на улицу, визуализируя, как вместе с ней уходит и весь негатив. Этот простой ритуал можно повторять по мере необходимости, особенно после сложных жизненных ситуаций или после общения с неприятными людьми. Для тех, кто хочет защититься от негатива за пределами дома, можно носить с собой небольшой мешочек с солью. Этот талисман станет вашим энергетическим щитом от внешних негативных воздействий, включая злые глаза, сплетни или недоброжелательные мысли. Мешочек с солью можно носить в кармане или в сумке, он будет защищать вас на протяжении всего дня. Рекомендуется обновлять соль раз в неделю, выбрасывая старую и заменяя ее новой. Таким образом, вы будете уверены, что защита остается сильной и активной. Это особенно полезно для людей, которые много взаимодействуют с окружающими и чувствуют на себе влияние их эмоций или настроений. Омовение с солью – это еще один мощный способ очищения как физического, так и энергетического тела. Для проведения такого ритуала достаточно добавить несколько ложек соли в ванну и погрузиться в воду, представляя, как соль вытягивает из вашего тела негатив, блоки и тревоги. Этот процесс поможет вам снять напряжение, очистить свое энергетическое поле и восстановить внутренний баланс. После омовения вы почувствуете облегчение, словно сбросили из себя тяжелый груз. Омовение с солью можно проводить регулярно, чтобы поддерживать свое эмоциональное и физическое состояние в гармонии. Соль также может быть использована и для защиты вашего дома или квартиры. Чтобы создать энергетический барьер от внешних негативных влияний, насыпьте небольшую полосочку соли у порога входной двери. Этот барьер будет препятствовать проникновению в дом любого зла или негатива, направленного на вас или на вашу семью. Именно такая практика особенно эффективна, если вы подозреваете, что на ваш дом могут быть, например, наведены порчи или сглаз. Или если вы хотите защитить всю вашу семью от внешних негативных воздействий. Девочки и мальчики все эти методы используют соль как основной инструмент для защиты и очищения. Но важно помнить, что их эффективность зависит не только от самого ритуала, но и от вашего намерения. Когда вы проводите любой из этих ритуалов, важно быть сосредоточенным на своей цели, на очищении и защите. Визуализируйте, как соль вытягивает негативную энергию и защищает вас и ваше пространство, и будьте уверены в результате. Помните о том, что соль является универсальным символом защиты, ее свойства подтверждены многовековой практикой. Ее можно использовать как в ежедневной жизни, так и в особых случаях, когда необходимо вам быстренько очистить пространство или себя от негативного влияния. Важным аспектом использования соли является правильный настрой и намерение. Когда вы работаете с этим продуктом, важно верить в его силу и сосредоточиться на конечном результате – освобождении от негатива. Соль не только впитывает негативную энергию, но и помогает восстановить гармонию. После ритуалов соль многие люди ощущают легкость, внутреннее равновесие и прилив сил. Это объясняется тем, что соль не просто нейтрализует негатив, но и восстанавливает энергетический баланс, улучшая эмоциональное и духовное состояние. Соль с древних времен занимала особое место в жизни человека и считалась мощным инструментом для очищения и защиты как на физическом, так и на энергетическом уровне. Ее применяли в ритуалах, направленных на восстановление энергетического баланса, защите от зла и нейтрализации негативного влияния. Соль благодаря своим очищающим свойствам использовалась как символ гармонии, очищения и защиты в различных культурах мира. Соль наделялась способностью впитывать негативные энергии, действуя как фильтр, который защищал человека и его окружение от вредного воздействия. В этом контексте она символизировала чистоту, стабильность и безопасность, поэтому стала и неотъемлемым атрибутом ритуалов и обрядов. Соль применяли не только для защиты отдельных людей, но и для очищения и оберега целых пространств, такие как дома, поля и даже общественные места. Одним из наиболее распространенных способов использование соли для защиты был обычай кластью на порог дома. Порог всегда считался границей между внутренним и внешним миром, между безопасным личным пространством и внешним, порой враждебным миром. Соль на пороге служила своеобразным барьером и не позволяющим злу проникнуть внутрь дома. Она препятствовала проникновению недобрых намерений, зависти, злых духов или любого другого негативного воздействия. Этот обычай сохранился и по седей некоторых культурах, где соль продолжают использовать для оберега дома и семьи. Кроме того, существовал ритуал посыпания соли после встречи с неприятным человеком или после конфликта. Считается, что общение с негативно настроенными людьми может оставить энергетический след или вызвать эмоциональное напряжение. Когда посыпание соли служит средством нейтрализации этих негативных последствий, помогая быстро очистить пространство и вернуть гармонию. Соль, рассыпанная по углам или по периметру комнаты, впитывает негативную энергию, восстанавливая баланс и умиротворение. Соль также применяется для освещения пищи и различных предметов. Этот ритуал имеет символический и практический смысл. Соль, добавленная в пищу перед ее употреблением, считалась не только необходимым элементом для улучшения вкуса, но и способом защитить человека от злых сил. В домах солью посыпали предметы обихода, чтобы очистить их от накопленных энергий и сделать безопасным для дальнейшего использования. Для защиты дома от накопившегося негатива соль рассыпали в углах комнат и углы считались местами, где скапливается энергия. Соль служила для очистки этих пространств от любого негативного влияния. Этот обычай помогал поддерживать атмосферу гармонии, мира и благополучия внутри дома. Важно отметить, что соль могла использоваться как регулярно, так и в особых случаях, например, после длительных конфликтов или болезней, когда пространство действительно нуждалось в глубоком очищении. Кроме того, соль активно использовали в ритуалах изгнания злых духов. В этом случае ее рассыпали в тех местах, где ощущалось присутствие негативной энергетики или где происходили необъяснимые явления. Считаю, что соль обладает способностью нейтрализовать любые негативные сущности, препятствуя их влиянию на дом и его обитателей. Кроме того, соль играла важную роль в укреплении человеческих взаимоотношений. Ее использовали в обрядах, связанных с заключением договоров или примирением. Например, соль подавала знак примирения между поссорившимися сторонами или символизировала чистоту намерений при заключении договоров. Освященная соль становилась гарантией, что договоренности будут честными и нерушимыми. Это подчеркивало ее роль как символа чистоты, неприкосновенности и стабильности. Таким образом, соль на протяжении веков играла важнейшую роль в ритуалах очищения и защиты, в укреплении социальных и личных связей. Ее универсальности доступно сделали ее незаменимым инструментом как в повседневной жизни, так и в духовных практиках, что подтверждает ее глубокое символическое значение в культуре и в верованиях многих народов.